Дарова бойцы, на связи Флэс и в честь 9 мая я делаю видео о своем любимом танке, как в игре, так и в реальной жизни. Сегодня я буду максимально краток, без исторических пояснений, потому что прекрасно понимаю, что не всем это интересно. Поэтому будьте сегодня повнимательнее и я желаю всем приятного просмотра. Начинаем! По традиции начну с экономики. Несмотря на то, что ИС-2 это тяжелый танк, который способен противостоять практически любой угрозе на поле боя, по своим меркам он очень дешевый танк. Его цена составляет всего лишь 1400 очков личного состава и на фоне тигра и пантеры, которых он кстати превосходит по боевой мощи, по цене особо не отличается. Цена тигра 1250, пантеры 1350. Согласитесь, совершенно нет разницы. Королевского тигра он и вовсе дешевле практически в два раза, что делает его использование очень эффективным, потому что вы всегда сможете взять дополнительный отряд пехоты и переломить исход боя в вашу сторону. Однако учтите, да, ИС-2 настоящие убийства семейства кошачек. Я про тигра и пантеру. Но когда вы уверены, что враг собирается взять, или тем более уже взял, такие танки, как Королевский тигр, Ягдтигр, Ягдпантера или Фердинанд, ну в общем любой немецкий танк с пушкой КВК-43, лучше воздержитесь от покупки ИСа. Потому что разработчики сильно недооценили его 122-мм орудие и оставили его с жалким 170 пробития без учета калибра и веса снаряда, которых на самом деле хватило бы, чтобы вывести из строя весь экипаж абсолютно любого танка. А потому вы их просто не сможете никуда пробить и пусть броня сможет защитить вас один раз, второй раз вы уже его не выдержите. Так как же лучше использовать ИС-2? Обязательно примите во внимание разрушительную силу его фугасных снарядов и запомните, что ИС-2 это не истребитель танков, а великолепный танк для поддержки пехоты и отпугивания средних и легких танков. Поверьте, они точно не захотят вылезти на ваш деструктор, который ведет точную стрельбу даже через здание. И если вы умудрились все же выехать достаточно далеко, враг сбил вам гусеницу и вы не можете выехать из этого места, то добрый ДШК на башне поможет вам в этой ситуации. Но все же давайте обо всем поговорим по порядку и начну я с выживаемости данного танка. Давайте же проверим ИС-2 на снаряда стойкость самых мощных орудий в игре. И что касается брони, ИС-2 шикарен. Конечно нельзя говорить то, что он неуязвимый, но он очень хорош и позволит вам простить множество ошибок. Кто-то может сказать, что я прицелюсь в верхний бронелист, но на самом деле в реальном бою у вас не будет возможности хорошо прицелиться для того, чтобы гарантированно подбить ИС-2. И только японские Хории 1 и 2 смогли пробить этот танк. И только один из них уничтожили. Но все же у ИС-2 есть уязвимая зона, про которую я вам просто обязан сказать. Это башня танка. Одного выстрела достаточно, чтобы ее выбить, а вместе с ней и пушку. Но зато в остальном танк буквально таки неуязвим. Для средних и легких машин. И некоторых, кстати, тяжелых. Борта данного танка тоже лаком не сшиты. Вам нужно постараться, чтобы пробить их в ромбе. И уже под углом ближе к 90 градусов вам, наверное, удастся это сделать. Но опять-таки гарантии никакой нету. Теперь давайте рассмотрим вооружение данного танка. Тут есть несколько целей и несколько сверхтяжелых целей, а не их попозже. Начнем для начала с самого часто встречающегося противника. Это, конечно же, Тигр. Тигр уверенно бьется с дистанции 100 метров бронебуйным снарядом. Ну, прям уверенно. Различная легко бронированная мелочь тоже пробивается на максимальной дистанции в 150 метров. Тут уже вопрос в том, что нам нужно еще попасть. С этим у танка, кстати, не все в порядке. Ну, пусть вот эти два и со вторых стреляют сами. Пантеры различные пробиваются со 150... Извините, с 80 метров. Ягд Пантера с такой же дистанции у них идентичная броня. А вот Ягд Панзер 4 для некоторых, наверное, было удивительно, но эта штука покрепче. За счет, ну, такой нестандартной формы. И поддалась мне она только со второго выстрела. Что же касается... Ну, вот, показываю еще раз то, что данные танки уничтожены. Ну, ну, чуть точно уничтожил. Мардер вот сейчас уничтожил. Что касается Ягд Тигра и Фердинанда, тут даже не пытайтесь. Ни фугасным снарядом, ни бронебойным. Они вам не поддадутся в лоб. А что касается Королевского Тигра, тут тут можно попытаться стрелять исключительно фугасными снарядами по башне. К сожалению, показать, как я уничтожил данный танк, я не смогу. Но могу вас уверять то, что у меня однажды это получилось. Но, конечно же, вы должны понимать, что такое случай один на миллион. В общем, я вам советую, если увидите Королевского Тигра, лучше просто не связывайтесь с ним в бой. Он самый опасный противник. А вот разрушаемость фугасного действия, она у нашего Иса-2 просто восхитительная. Различные укрытия, укрепления, вражеские пехотинцы. Все это рушится одним нажатием кнопки на мыши. Ну, прочность у орудий тут крепкая достаточно, поэтому с одного выстрела не уничтожается. А что касается легких машин, то они бопаются при близлежащем воздействии снаряда на землю. Ну и со второго выстрела уже добивай все орудия. У артиллерии там, кстати, поврежден казюник, поэтому он уже тоже не может вести огонь. Все цели уничтожены. Ну вот, демонстрирую еще такую красоту. Ну, это так. Насчет ДШК. ДШК просто прекрасен. С помощью него вы сможете уничтожить назойливых СДК ФСД-222 и всякую мелочевку, которая будет доставать вашу пехоту. Ну и различные легкобронированные машины и танки. У танка также присутствует задний курсовой пулемет. Пользоваться от ручного управления я не советую вам им. Все же пусть он останется при себе. Но вот ДШК против пехоты идеален. Всякие гренадеры, парашютисты будут всыпаться от одного попадания. Пулемет, кстати, крутится на 360 градусов. Не как у тигра и пантеры. Ну и еще одно преимущество ДШК. Это в том, что если к вам подъезжает такая очень хитрая машина под названием Голиаф. То уничтожить вы ее не сможете, но обезвредить точно вы ее сможете. В данном моменте вот я побежду ей корпусом. Все, Голиаф уже не сможет причинить нам бреда. Выстрелили этот танк. Смотрите сами. Если какие-то вопросы с динамикой есть. Как видите, разворачивается он неохотно. Медленнее всего. Даже несчастный тигр обогнал его. Еще раз. То есть для этого танк не создан. Но если речь идет про максимальную скорость, то здесь все неплохо. В пантере, конечно, ранных нету. Но ИС-2 стойка держится на втором месте. И он гораздо быстрее тигра. А это, наверное, самое главное. В общем, если кратко, то танк далеко не самый медленный. Ну, первым, разумеется, доезжает пантера. Потом ИС. И благополучно уже доезжает медленный-медленный тигр. Но зато он чертовски красив. Собственно, как и ИС-2. Тоже очень красивая машина. Вот и пришла пора подвести итоги. Я рассмотрел все важные аспекты данной машины и поделился об этом с вами. Так что же представляет из себя ИС-2 во втором штурме? Без сомнений. Это очень сильный и грациозный танк, который наголову сильнее большинства танков в нашей игре. Но небольшая бронепробиваемость очень сильно ограничивает данный танк, как истребитель других танков. Поддержка. Вот для чего он нужен. Настоятельно рекомендую использовать его в паре с КВ-2, чтобы различные королевские тигры не смогли и близко подъехать к вам. Ну, а если же вы человек достаточно темпераментный и любите продавливать фланги ИС-2, а также его восхитительная круговая защита помогут вам в этом. Не забывайте и о наличии ДШК на башне. Он сможет вам заменить какой-нибудь Т-60 и бороться с пехотой врага не менее эффективно. ИС-2 может превратить своими фугасами любую, даже самую хорошо защищенную линию обороны в прах. А главное, не переоценивайте свои силы. Никто не отменял того, что этот танк будет уязвим к различным Фаустам и Панцершрекам, которые уже поджидают вас из-за угла. Ну, а на сегодня все. Надеюсь, что видео помогло вам ответить на некоторые вопросы касательные данного танка. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, ибо времени я угрохал на это видео порядком. Ну, а с вами был Флэс, желающий всем удачи в грядущих боях и поздравляющий вас всех с великим праздником Днем Победы. Удачи, друзья! Это праздник с синеною на висках, Это радость со слезами на глазах. День Победы! 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 Продолжение следует...